Слушайте доктора Лада Мед, врач-педиатр Марина Смирнова. Здравствуйте, Марина Федоровна. Добрый день. Итак, давайте разбираться, с какими сложностями сталкиваются дети, в том числе, особенно даже, особенно и родители, когда отдают от своих детишек, отрывают от сердца, отдают в детский сад. Ну, сложности, конечно, хватает, потому что этот период в жизни и родителей, и малыша, он особенный. В чем же его особенность? Во-первых, малыш впервые расстается с близкими. Это стрессовая ситуация. И стрессовая ситуация приводит к снижению иммунитета ребенка, а иммунная система впервые формируется к 3 годам. То есть даже если малыш идет в 3 года, иммунная система все равно пострадает, потому что малыш, когда переживает, он не только плачет, он прежде всего начинает болеть. Трудности, прежде всего, с тем, что ребенок приходит в совершенно чуждую бактериальную среду. То есть он сталкивается с новыми вирусами, с новой бактериальной флорой, с гельминтами. То есть идет достаточно большая контагиозная атака. Изменение питания. Очень часто сейчас идут проблемы у малышей с питанием. Мы вынуждены применять диеты, в том числе безмолочные диеты. Когда ребенок приходит в детский сад и получает срыв питания, то это как бы не улучшает ни его настроение, ни состояние его здоровья. Ну и, конечно же, приучение к режиму, какие-то самостоятельные действия. Поэтому подготовка, она вытекает как раз, чтобы предотвратить те самые трудности, с которыми сталкивается малыш. Ну, прежде всего. Это психологическая подготовка. И прежде всего... Да, Мария Александровна, я еще хотела обратить внимание, что подготовка психологическая, про которую вы говорите, наверное, не столько ребенка должна касаться, сколько его родителей. Что они, в первую очередь, должны быть готовы к тому, что ребенок пойдет в детский сад. Правильно? Это прежде всего. Но дело в том, что психологическая подготовка ребенка тоже важна. В зависимости от того, в каком возрасте он идет в детский сад. Если, конечно, он идет в три года, то прежде всего нужно тестирование психологическое. А готов ли ребенок к самостоятельным каким-то действиям? Тестирование добровольно проводится родителями или это обязательная процедура? Нет, это, конечно, не обязательно. Процедура – это необходимость, наверное, заботливых родителей, которые хотят знать, а все-таки готов их ребенок к посещению детскому саду или нет. Чтобы не по ощущениям, не потому что пора выходить на работу, чтобы на самом деле понять, насколько он готов. Как и где можно проходить такие тестирования? Любого психолога. Есть у нас сейчас огромная служба семейных психологов. У нас прекрасный психолог детской областной больницы, у нас прекрасные психологи, грач, в нашей радости она принимает. То есть психологов очень много, семейных психологов. В чем суть вот этой психологической подготовки? Это семейная подготовка. Мама, маму готовят, что детский сад – это не страшно. Что все через это проходили. А малыша готовят, ну, неким образом, что ли, не считывать ситуацию. Все-таки, потому что мама, когда беспокоится, она интуитивно своего ребенка защищает, и ребенок чувствует приближение опасности. Давайте на минуточку еще остановимся здесь. За какое время до предполагаемой даты похода в детский садик, первого визита в детский садик, это тестирование должно быть пройдено, чтобы подготовиться и учесть все этапы? Хотя бы три месяца. То есть за три месяца мы вполне можем подготовить ребенка к детскому саду. Затем второй момент – это санация очагов хронической инфекции. Это выявление причин частых заболеваний, потому что, к сожалению, детки у нас сейчас и до детского сада болеют часто. Вот, поэтому эти все вещи, они должны быть диагностированы, и они должны быть пролечены. Прежде всего, это санация носоглотки, это санация гнилых кариозных зубов. То есть такой малыш обязательно это должен пройти. Уже в таком возрасте. Уже в таком возрасте. Значит, в последнее время уделяется большое внимание наличию, с достаточным наличием микронутриентов. То есть, ну, наверняка педиатры многие знают, и родители сейчас знают, что три года назад на съезде Союза педиатров в Россию была утверждена программа по витамину Д3. И когда мы начали деток смотреть, там, с искривлениями, допустим, ножек… Д3, это расскажите, что за витамин Д3? Д3 – это витамин Д3, нехватка которого вызывает рахит, раньше считалось. Но сейчас доказано, что витамин Д3, нехватка его вызывает не только рахит, он вызывает частые заболевания, он вызывает проблемы в кишечнике. И вот когда в последнее время мы, Влада Мед, начали проводить такие исследования, так вот, достаточного уровня витамина Д нет практически ни у кого. Он либо на нижней границе нормы, либо он снижен. И поэтому такому малышу перед детским садом необходим комплекс витаминов Д3, затем продукты, содержащие витамин Д3, это витамины, поливитамины, жирорастворимые, в общем, любые. Родители самостоятельно принимают это решение? Да, но я могу как педиатр только порекомендовать. Ну, чаще всего обычно, если педиатр рекомендует, родители слушают, чаще всего мы, конечно, приходим к консенсусу. Конечно. Возможно ли переборщить с витамином Д3? Возможно. Поэтому излишние дозы я бы не советовала давать витамин Д3. То есть все по инструкции. И кроме того, то, что раньше мы давали деткам рыбий жир, мы сейчас рекомендуем омега-3 жирные кислоты. Да, специально есть ампулки. Рыбный жир. Есть большое количество очень этих препаратов сейчас в аптечной сети, поэтому дефицита в них нет. Пожалуйста, применяйте. Омега-3 жирные кислоты участвуют практически в обмене иммунной системы, в обмене мозга, в обмене почек, печени, поэтому желудочно-кишечного тракта. Поэтому вот такие препараты вы можете применять для... Причём всей семьёй. Причём всей семьёй, совершенно верно. Кроме того, обратить внимание на кишечник, потому что 80% иммунитета у нас зарождается из кишечника, особенно в таком возрасте, в котором пока ещё не работают ни костный мозг, ни селезёнка. Ну, частично, скажем так, сниженно работают. А кишечник, он выполняет в основном вот эту вот всю функцию. И если у ребёнка проблемы с желудочно-кишечным трактом, если он не набирает вес, то здесь тоже надо обязательно разобраться. И здоровым деткам я рекомендую препараты либо пребиотики, либо пробиотики. Великолепный боксет. Сейчас у нас английский препарат прекрасный. Бифи-форм. То есть в удобных очень применениях. Известный всем иммунелли. Пожалуйста. В каждом магазине он продаётся. И наша целебная радуга. Прекрасный препарат, который знают даже в Москве. Родной. Прекрасный препарат. Рикиценерде. Тоже наша разработка. Да, тоже наша разработка. И здесь уже, как ты понимаешь, очень сложно добиться какой-то передозировки. То есть это всё в пользу. Да, здесь передозировки не добьёшься. Здесь надо просто наблюдать за малышом. То есть родитель каждый выберет для себя то, что как бы нужно. Ну и, конечно же, приучение к самостоятельному уходу за собой. Вот. Это требует много времени, насколько я понимаю. Нужно просто знать, в какие моменты ребёнку это предложить. Если вы... Предложить именно. Предложить, именно предложить. Есть определённая готовность малыша к той или иной процедуре. Например, вот на последнем съезде Союза педиатров России в этом году были такие вот факты изложены. То есть малышу нужно дать ложку силиконовую в руки в 6 месяцев, когда он начинает принимать прикорм. Это наиболее оптимальный. А вот на горшок в связи с развитием памперсов он сядет в год и 8. Ничего себе. Вот так, да. А пораньше? Пораньше? Ну, кто во что гораст. Но чаще всего, если ребёнка насильно приучать горшко в раннем возрасте, у него идёт очень стойкое отторжение. И горшко, он по-настоящему на горшок садится гораздо позднее. Вот. Кроме того, что ещё хотела сказать по поводу раннего посещения детского сада. У нас сейчас очень много частных детских садов. Там буквально с трёх месяцев уже готовы принять. С трёх месяцев. Специальные учреждения готовятся. Детские сады, которые сейчас строятся, в принципе, они должны по своей функции принимать деток от трёх месяцев. Принимают трюнет, это уже другой вопрос, конечно. Но учитывая все сложности, которые вы сейчас перечислили, что с трёх месяцев, за три месяца нужно начать подготовку. То есть, получается, как это всё организовать? Ну, говоря, я категорически против таких вещей. Я не знаю, кто это, значит, нас изобрёл. Почему? Потому что, во-первых, естественное вскармливание. У нас есть, скажем так, Всемирная организация здравоохранения, где сказано, что ребёнок должен получать естественное вскармливание до года плюс-минус два месяца. Каким образом ребёнок, ушедший в ясли, сможет получать естественное вскармливание? Это, во-первых. Я сторонник естественного вскармливания. Бывают такие случаи, что мамочке надо на работу выходить. Это исключение из правил. И к такому исключению тут не подготовка, тут, ну, как бы вынужденные условия. Здесь у каждого своё решение. То есть я не думаю, что я должна сейчас эти решения говорить, потому что есть и семьи разные, и так далее, и тому подобное. Это, во-первых. Во-вторых, всё-таки с молоком матери всасываются все полезные вещества, олигосахариды, врождённые, вернее, естественные антибиотики. И поэтому о том, что отдавать ребёнка в три месяца, это европейская практика. Там, да, в четыре месяца отдают деток в ясли. Я этого не сторонник. Ясно. Тогда ещё давайте такой рассмотрим вопрос, как должна быть снабжена, какими оборудованием, может быть, какой специальной дезинфекцией помещение вот этих вот яслей, которые как раз принимают деток в столь раннем возрасте. До трёх лет мы сейчас, получается, рассматриваем. Да. Ну, дезинфекция, во-первых, не решит многих проблем. Почему? Потому что, ещё раз скажу, если мы говорим о трёх месяцах, до шести месяцев у ребёнка идёт колонизация микрофлорой, которая идёт от мамы и папы, от ближнего круга, и если, которым генетически ребёнок приспособлен к этой микрофлоре, и если эти места займёт микрофлора чуждая, ребёнок будет болеть. Это, по сути дела, экологическая катастрофа. На сегодняшний момент, чтобы ребёнок, кишечник ребёнка заселился микрофлорой мамы, швейцарцы придумали очень интересную методику. Если ребёнка кисарят, и он не проходит через естественные родовые пути, губы малыша смазывают фекалиями мамы. У нас такого нет в России. Интересная методика. Швейцарии это делают, да, потому что самое главное – это заселение кишечной флоры. При раннем посещении детского сада до года этого не произойдёт. Поэтому дезинфекция, да, конечно, дезинфекция в режиме хлорка, это хлорсодержащие препараты и так далее, но это не сделает детей здоровыми. Ну, я думаю, что это можно полемизировать. Кто-то мне скажет, да, кто-то скажет, я с вами не согласен. Ну, давайте мы будем решать проблемы по мере их поступления. Вот когда нас ведут группы с трёхмесячного возраста, тогда мы, педиатры, будем придумывать, да, что же нам сделать, чтобы детки наши не болели. Так, по поводу подготовки предварительной. Мы как раз ещё не сказали про то внимание, которое родители должны убедить непосредственно, уделить детскому садику. То есть питание, специальное... Значит, мама должна познакомиться с питанием. То есть где-то в течение месяца, когда вот мамочки, которые у меня наблюдают своих детей, да, я им говорю, ребятки, вы идёте в детский сад, вы списываете меню, вы смотрите, как, что готовят в детском саду. Это разрешают посмотреть? Да, в нормальные детские сады, конечно. Конечно. И старайтесь готовить так, чтобы малыш привык. То есть прям рецептуру можно взять, наверное, да? Ну, рецептуру, ну, хотя бы, если вот это есть, например, супы какие и так далее. У нас была в своё время программа в центре. Мы готовили деток, и вот эти вот именно моменты, они давали очень хорошие результаты. Ну, конечно. Да, когда мама приучала малыша к питанию, ведь у нас прежде всего, дальше мы будем говорить о страхах родителей, реальных опасностях, да, то есть у нас какой страх мамы? Ребёнок не ест в детском саду, а не ест, потому что ему непонятно, а что что такое-то, мам-то по-другому готовит. Вот, подготовка в этом. Ну, и вот режим, о чём мы с вами говорили, к самостоятельным действиям горшком, к питанию и так далее. Ну, сюда же у нас аллергены, да, относятся, которые у деток есть, чтобы... Аллергены – это отдельная тема. Да, конечно же, если мама, если малыш страдает аллергией, например, каким-то препаратом, сейчас аллергии очень много, аллергия – это, в общем-то, роль даже не эпидемии, а какой-то пандемии, вот. Так вот, мама должна показать малыша аллергологу, с неё есть проблемы, да, если у неё на пробах показали положительные, результаты на молоко, например, на глютен, она должна взять заключение у аллерголога и предоставить это либо врачу, либо воспитателю в детском саду. Берут в детский сад с такой серьёзной аллергией, как молоко? Берут, берут, мало того, многие частные детские сады подготавливают питание для детей специальное, да, сейчас, в принципе, это не проблема. Да нет, 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 нет. Здорово. Нет. То есть заменяют просто питание, например, молоко, малышам дают молоко, многим ребёнку дают просто чай. То есть как бы нет, в этом проблем нет, в этом проблем нет. То есть сейчас уже к этому готовы детские сады, и они не встречают штыки вот таких деток, потому что, ну, это реально, их много. По поводу аллергии, возможно ли деткам делать вот тесты, да, с пробами на различные аллергены, чтобы понять, на какой есть реакция? Или это слишком рано ещё? Дело в том, нет, дело в том, что в Москве делают с 6-месячного возраста насечки на спинке. Да, да. Поворачивают и на спинке делают. В чём суть, почему нельзя сделать насечки малышу в раннем возрасте, почему у нас сейчас не делают? Потому что малыш просто не высидит с вытянутой рукой, не каждый малыш не в определённом возрасте не высидит с вытянутой рукой 15-20 минут, когда на царапки наносится аллерген. А когда это делается на спинке, определённая методика, то вполне с 6-месячного возраста это делается. Делается. А у нас почему не делают? Не ко мне вопрос. Ну, эта методика новая, я думаю, что она просто от нас ещё не дошла. У нас замечательные доктора-аллергологи в детской областной больнице и в детском диагностическом центре. Ну, реально очень хорошая аллергическая служба. Так, идём дальше. Родители. Предлагаю о них сейчас поговорить. Страхи родителей и реальные опасности. Первое, что идёт, ребёнок отправляет в детский сад. То есть с чем сталкивается мама, с каким страхом? Она боится, что ребёнок будет часто болеть. Вот прежде всего маме надо объяснить, что такое часто болеющий ребёнок. Согласно выводам наших аллергологов-иммунологов, если на первом году посещение в детский сад ребёнок болеет 12 раз в год и меньше каждый месяц, то это не часто болеющий ребёнок. Это иммунная тренировка. Тренировка приобретения иммунитета, возможно, двумя способами. Это вакцинация и заболевание. Третьего ещё никто не придумал. Так вот, на что маму нужно настроить? Что малыш будет болеть, но болеть он должен легко. И ни в коем случае не применять безоглядно антибиотики. Антибиотики должны... Это достаточно агрессивное лечение, и они должны применяться чётко по определённым рекомендациям. То есть у нас есть клинические стандарты, по которым мы понимаем, что когда мы должны назначить антибиотик, когда мы не должны назначить антибиотики. Мы должны этому чётко следовать. Во-вторых, мы должны знать, когда выводить ребёнка из детского сада. То есть есть иммунитет коллективный, есть иммунитет индивидуальный. Так вот, коллективный иммунитет ребёнок должен находиться достаточно долго, чтобы сформировался коллективный иммунитет, он должен находиться достаточно долго вот в этом коллективе. То есть если кто-то в группочке заболел... Смотря чем заболел. Если он заболел ветрянкой, то он заразен. Его обязательно нужно высадить. И на такую группу накладывается карантин. Если у малыша немножко побежали сопельки, то это не повод, чтобы высаживать малыша из детского сада. Где грань? Но в том случае, если ребёнку некомфортно, если он даже при минимальных проявлениях плохо себя чувствует, родители обязательно должны забрать такого малыша. Иногда он просто устает. Если у малыша признаки инфекции, признаки заразности, это конъюнктивит, это жидкий стул, это сыпи всевозможного характера. То есть ребёнок обязательно должен быть изолирован от другой группы. И повышение температуры. Ну и, конечно же, такие моменты, как травмы. К сожалению, они тоже у нас бывают, и родители должны обязательно ребёнка забрать и показать необходимому специалисту. Марина Федоровна, повышение температуры на сколько? Любое повышение температуры. Любое повышение температуры вызывает дискомфорт у малыша, и такой ребёнок должен обязательно быть высажен из группы. То есть если бегут сопельки, но ребёнок активен, какие ещё его высаживать не рекомендуется? Но педиатру его показать нужно. Обязательно. То есть ребёнка обязательно нужно показать педиатру. Педиатру должен решать вопрос, высаживать ребёнка или нет. Но если начинается повышение температуры, недомогание, плохое самочувствие... Ну, ещё раз говорю, что это решает педиатр. Это решает педиатр. Как в случае назначения антибиотика, только по решению педиатра. Ну и высаживание. Естественно, если родители видят, что ребёнок заболевает, допустим, сопельки и так далее. В том-то и дело, что есть разные родители, такие, которые видят, что что-то уже носиком швыркает, всё, убираем. И на домашние посиделки оставляем. А такие тоже есть. То есть это делать не рекомендуется. Вы знаете, лучше решать в каждом индивидуальном случае. Вообще я за тесный тендем педиатра и мамы. Педиатра и родителей. Потому что вообще я знакома с европейской медициной. Наблюдаются у меня, там детки звонят, то есть лечим мы их и так далее. Я вообще поклонник нашей медицины. Я знаю, что мы самые лучшие. И такого тендема, как у нас в России, педиатр, врач-педиатр и родители, я думаю, что нет нигде. Это очень здорово. Такой доступности к педиатру. Такого подхода педиатра. Такого подхода педиатрической, такой школы педиатрической, да. Потому что нигде вот такой заботы материнской не будет. Другое дело, что всё индивидуальное и где-то так, где-то так. Но вот в общем целом. Ну, после таких слов, конечно же, неволей станешь доверять педиатрам, да, любить их, уважать, ну, что, в принципе, и надо наверняка делать. Давайте ещё про вакцинацию поговорим. То есть второй способ. Я ещё хотела сказать, когда малыш идёт в детский сад, в чём важность? Когда малыш начинает часто болеть, я рекомендую родителям переводить его на режим до сна. Как ни странно, но вот этот режим до сна, когда ребёнок от завтрака до сна приходит в детский сад... До обеда практически. До обеда. Он даёт очень хорошие плоды. Ребёнок не устает. Он меньше стрессует. Он меньше заражается. И когда вот уже нужно ходить, всё равно ребёнка надо приучать, но ребёнок слабенький, вот я советую подольше находиться вот на таком режиме. Ну, как правило, именно с этого и начинают. То есть пару часов сначала, потом подольше, подольше. Ну, вот я на подольше, я на месяца 2-3 на режим такой, да, на режим 2-3. Или, допустим, когда ребёнок уже совсем с иммунной системой, то есть так называемые детки позднего иммунного старта, да, есть такое понятие. Это как? Поздний иммунный старт, когда у малышей вследствие каких-то родовых травм, наследственных каких-то вещей, то есть каких-то перенесённых заболеваний. В желудочно-кишечном тракте поздно формируется секреторная иммуноглобулина. И вот такие детки называются детки позднего иммунного старта. У них иммунитет нормальный, он просто поздно стартует. Вот такие детки, к ним определённо, ну, это тема совершенно другого, скажем так. Да, да, я надеюсь, что отдельно эффективно это сделано. Да, значит, какие врачи перед детским садом, то есть перед детским садом ребёнок проходит диспансеризацию, которая регламентируется приказом Министерства здравоохранения 514 от 2017 года. Туда входит невролог, детский хирург, детский стоматолог, офтальмолог, лор, у девочек гинеколог, у мальчиков детский уролог, андролог, педиатр, общий анализ крови, общий анализ мочи. Вот, ну, идёт ещё калныц и глипс, аскопный энтеробиоз. Он в приказ не входит, но, в принципе, тем не менее, как бы требует. Лучше сделать. Да, да. И врач-педиатр должен сделать заключение перед тем, как выпустить ребёнка в детский сад. То есть он должен оценить всё состояние и вот дать заключение. Ребёнок должен подойти вот на ясельную комиссию, на комиссию для детского учреждения, вот и там получить такой допуск. Если допуск не даётся? Ну, если он не даётся, значит, он оправданно не даётся. То есть к нему идут какие-то рекомендации, зачастую, которые выполнить просто не проблема. То есть это либо реакция МОНТО, либо недоделанная какая-то прививка. Если у ребёнка есть медотвод, его допускают. Сейчас больше всего проблем с реакцией МОНТО. То есть очень многие не хотят делать эту реакцию МОНТО. Почему? Ну, очень много противников прививок. Я, честно говоря, в реакции МОНТО не вижу ничего страшного. Просто нужно правильно эту реакцию МОНТО проводить, правильно к ней готовить. И не мочить. И не мочить. Ну, это, в частности, делок успеха. Что даёт нам реакция МОНТО? Давайте ещё поясним. Реакция МОНТО показывает нам, ребёнок инфицирован туберкулёзом или нет, и насколько это опасно. Есть другой тест на туберкулёз. У нас делают его, по-моему, в Кирове Сетилаб. Тест на туберкулёз. Там смотрят на все виды туберкулёза. Инфицирован ребёнок или нет. Прямо деда до садика смотрят, да? Да. То есть это коммерческий вариант, достаточно дорогой этот тест. Но я не против реакции МОНТО. Я видела единицы детей, у которых была реальная аллергия на реакцию МОНТО, им становилось хуже. Но это вот за мою практику человека два, наверное. Ну, и всё равно его наблюдает ребёночка, да, и смогут... Конечно, конечно, конечно. Это не прививка. Это проба диагностическая. Если не хотят делать МОНТО, есть градуированные пробы. Диаскин-тест. Они вообще безвредные. Кому что удобно. Да, я считаю, что это просто какой-то негатив. Не всегда обоснованный. Так, по вакцинам ещё буквально пару слов. Что касается вакцинации. Какие вакцины необходимы нам для детского сада? Ну, во-первых, ребёнок... Большинство детей всё-таки вакцинируется. Да, есть детки, которых нельзя вакцинировать. Это очень сложный процесс вообще работы с родителем по вакцинации. Но моё правило такое. Я никогда не принуждаю родителей. Я просто объясняю, что будет, если ребёнка не привьют от той или другой инфекции, насколько это опасно. Что касается для детского сада. Мне очень нравится вакцина Пневмовакс-23. Потому что когда малыш идёт в детский сад, прежде всего, с чем он сталкивается? Он сталкивается с пневмококом в большом количестве. У нас от пневмокока прививают. Это прививка привинар-13. Но далеко, во-первых, не всех прививают. А во-вторых... Почему не всех? Ну, вследствие каких-то медотводов и так далее. Дело в том, что она полноценно должна быть привита четырёхкратно. То есть очень редкие прямо вот четыре раза привили. И тем не менее, всё-таки иммунологи рекомендуют добавить ещё вот эту полисахаридную вакцину Пневмовакс-23. Великолепная вакцина. На практике проверено. Реально снижает количество заболеваний. Но сделать её нужно правильно. Нужно, чтобы ребёнок месяц не болел до вакцинации. Вакцинацию, не дай бог, не заболел. И месяц после вакцинации. Да со мной вакцинациями такая история. Ну, Пневмовакс-23 прежде всего. То есть если ребёнок вот этот период пережил, и всё у него нормально. Вот реально мы проводили исследования. Мы прививаем Пневмовакс-23. И хотелось бы остановиться по поводу прививок против гриппа. У нас очень большой идёт негатив на прививки от гриппа. Честно скажу, мне они во многих моментах нравятся. То есть прежде всего мы не должны забывать, что есть такой свиной грипп тяжёлый, с которым я в своё время столкнулась. И все, кто пережил или заболевших, или смертельные исходы от этого гриппа, они все прививаются. То есть у нас начинается сезон прививок, у нас раскупаются просто в лёд. Все вот эти вот вакцины. Сейчас уже пора об этом задумываться. Да, именно сейчас. Пока не наступила осень. В чём неправильность, наверное, подходу к вакцинации. Грипп надо прививать до заболевания. То есть это август-сентябрь, вот мы сейчас уже закупаем вакцину. Вот если советская, великолепная вакцина Ультрикс. Ультрикс, импортные инфлювак, ваксигрип, прекрасные вакцины. То есть на них нет практически никаких моментов. Ну, естественно, что мы обязательно должны смотреть всё-таки медотводы. То есть есть детки, есть взрослые люди, которым прививать нельзя. Ничего. То есть такие тоже есть. Но это уже дело врача, педиатра или терапевта. Причём прививать нужно семью, чтобы ребёнок не заболел. Комплексно. Да, Емелья Федоровна, буквально пару минут у нас с вами осталось. Давайте ещё поговорим про, вот буквально пару слов, антибиотики. Буквально пару слов. Когда их лучше принимать? Это лечение, пару слов это лечение педиатра. Нужно принимать антибиотики или нет, это решает только педиатр. И больше мне по этому поводу сказать нечего. Не надо мамам говорить об антибиотиках. Хорошо. Это не их препараты. Да. Поэтому доверяемся специалистам, доверяемся врачам, дружим с педиатрами. С педиатрами, да. Именно эти люди помогают находить общий язык и с детками, и с детскими в детских садиках, помогают деткам оставаться здоровенькими, развивать иммунитет. Так, мы сегодня говорили о том, как же правильно подготовиться к детскому садику. В принципе, к школе, наверное, да, похожий подход. У меня в гостях был главный врач Центра семейной медицины Влада Мед, врач-педиатр Марина Смирнова. Марина Федоровна, спасибо вам большое за консультацию. Обязательно будем вас еще приглашать, потому что детская тема, эта тема необъятная. Есть что рассказать еще. Спасибо большое. Буду рада поделиться. Спасибо вам. Будьте здоровы. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.